Одними из надежных вариантов защиты здоровья является страхование. И сегодня у нас в гостях начальник Кунгурского отделения Чайковского филиала акционерного общества САГАС Ольга Шнайдер. Здравствуйте, Ольга Вячеславовна. Здравствуйте. Ольга Вячеславовна, расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то специальные предложения в преддверии Нового года именно по страхованию здоровья? Да, у нас сейчас как раз проходит акция «Новогоднее страхование для детей от несчастного случая». Потому что по статистике выплаты большинство получают у нас дети. Выплаты несчастного случаят ведь не только травмы, что касается костей. Это у нас ноготь там прижал в дверях, мама пол помыла, ребенок упал, подскользнулся. То есть в основном это вообще даже 50% происходит дома. То есть это тоже покрывается? Конечно, отравление продуктами питания, йогуртами отравляются, ожоги, обморожение, переохлаждение организма, укусы клеща, змей, животных. То есть перечень очень-очень-очень большой. Ну, то это касается жизни и здоровья наших детей. Тут, мне кажется, даже что тут еще думать? Надо же страховать. Конечно. Вот сейчас перед Новым годом у нас такая вот коробочка. Линия защиты от несчастных случаев. Это минимальный платеж 500 рублей на 50 тысяч. Можно и на 100 и так далее. И еще в преддверии Нового года мы дарим каждому застрахованному ребенку вот такой билет на эксклюзивное шоу «Рождество в Королевстве сладостей». Этих билетов в кассе нет. Это заказное шоу. Екатеринбургские актеры привозят сюда это шоу «Партия Дина Россия» для детей из малообеспеченных семей и многодетных, которые не всегда смогут позволить себе выехать в другой город и посмотреть такое шоу в рамках проекта «Культура малой родины». И вот они с нами поделились с оставшимися билетами. Мы с удовольствием тоже их приобрели для того, чтобы наши страхователи, наши застрахованные дети тоже никуда не ездили, а в последний выходной день 8 января в каникулы смогли здесь у нас посмотреть это шоу. До какого числа надо застраховаться? До 25 декабря. Ну, хочу сказать, что билетов мало, вот как бы с нами поделились не так. Кто успеет, да? Да. Страховок-то, конечно, много. В течение года в любое время вы придете, это будет стоить 500 рублей. Но вот перед Новым годом еще у нас такой подарок. Дополнительный подарок, да? Ну, все-таки самой распространенной формой страхования является ОСАГО. То есть и среди автолюбителей, ну вот я в том числе и к ним отношусь, да, то есть бытует мнение, что в принципе без разницы, где страховаться, потому что все везде одинаково. Так ли это? Ну, не совсем, наверное, так. Да, закон один, правила ОСАГО одни и те же, тарифы в принципе одинаковы, но с 2014 года Центробанк установил нижнюю границу и верхнюю границу базовой ставки и позволил страховым компаниям самим решать, от какой границы они будут считать тариф. То есть вот на сегодняшний день мы сохранили низкую, да, от самой нижней границы мы считаем, ну потому что у нас работа 27 лет компанией, мы ведем в основном работу с корпоративными клиентами, вы это знаете, наверное, Газпрома, Лукоэл, РЖД и так далее. Управление образования, здравоохранение, МВД, ну и много-много других, МЧС, и чтобы их не потерять, не растерять, да, столько лет мы вели эту работу, если мы сейчас сделаем там верхнюю границу, они же от нас все уйдут, то есть вот в основном как бы... По этой причине. Из-за этого, да, в основном мы оставили вот эту вот. Самая низкая получается восставка? От нижней считаем, но это не значит, что только мы от нее считаем, я не знаю, может быть еще какие-то компании как бы считают, но у нас вот да, мы в САГАЗе оставили от нижней границы. Это первое значение иметь, да, и второе, конечно же, степень надежности компании, то есть деньги, как мы знаем, любой рад взять, но нужно смотреть, конечно же, на мощь и силу компании, то есть на резервы. Вот на сегодняшний день САГАЗ занимает первое место по размеру собственного капитала, у нас 26 миллиардов рублей, денег у нас хватит заплатить всем. Я думаю, да, да. А вот знакомый у меня столкнулся с такой ситуацией, когда на стоянке ему повредили машину, виновника не нашли. Здесь, получается, ОСАГА не поможет, как быть? Да, конечно, страхование ОСАГА, это ведь не страхование своего автомобиля, это страхование гражданской ответственности при наступлении страхового случая, то есть, грубо говоря, это страхование твоей вины, твоего кармана. То есть, если что-то происходит, то мы за виновника платим потерпевшему и тем самым экономим его семейный бюджет. В жизни бывает масса случаев. Вот о том, что вы сказали, это еще много всего бывает, то есть, люди выходят из магазинов, из банков, машина помята, виновника нет. Либо виновник есть, но у него закончился полис ОСАГА, либо виновник есть, но у него вообще нет полиса ОСАГА. Очень часто в гараж заезжают и ветром дверь гаражная царапает машину. Очень часто бывает так, что водитель не справляется с управлением и куда-то врезается там в дерево, или столбик на парковке не заметили, въехали. То есть, случаев масса, конечно, в этом случае спасает только полис КАСКО. Ну, нужно главное помнить, вот один незапланированный расход в год дает гарантию, что больше непредвиденных и незапланированных расходов в году у вас не будет. Ну, ничего еще не придумано нашим цивилизованным обществом по возмещению внезапных потерь, кроме страхования. Ну, нет, нет ничего. Вот задумайтесь просто. Никто не придет и не скажет, на тебе, дорогой, у тебя случилась беда, на тебе 200 тысяч, сделай себе крыло, фару, поменяй себе лобовое стекло. Ну, никто не даст, а мы дадим. Ну, что ж, спасибо большое за информацию. Я надеюсь, что наши зрители сделают соответствующие выводы. До свидания. Спасибо. До свидания.